Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, и я отвечаю на детские и не только вопросы. Мы с вами находимся в Дарвинском музее на прекрасной выставке. Эта выставка знакомит вас с подводной фотографией. Будет она у нас до 5 декабря, так что приходите. Я думаю, вы получите огромное удовольствие. И не случайно мы на выставке находимся, потому что то животное, о котором я вам сегодня буду рассказывать, оно как раз живет в морях практически по всему земному шару. В одном из предыдущих видео мы вам рассказывали о том, правда ли, что многие рыбы могут менять пол. Ну, надо сказать, что не обо всех, безусловно, рыбах, меняющих пол, мы рассказали. Мы рассказывали только о тех рыбах, которые рождаются самками, потом становятся самцами, и наоборот, рождаются самцами, потом становятся самками. Но бывают такие виды рыб, которые могут менять свой пол несколько раз в течение жизни, и переходить как из самца в самку, так и обратно. Причем такая трансформация происходит с ними довольно быстро, ну где-то примерно в течение трех недель. К таким рыбам, например, относятся многие бычки. Но я сегодня расскажу вам о другом не менее удивительном примере смены пола у животных. Есть такие животные, называются они галатурии или по-другому морские огурцы. Выглядят они, может, не очень привлекательно, потому что большинство галатуре выглядит как такая толстая сарделька, которая, как правило, пассивно лежит на дне. Но на самом деле галатуреи довольно разнообразны. Их около 1700 видов, и большинство галатуреи действительно живут на дне, причем на разной глубине, как у берегов, так и на довольно больших глубинах. Они могут быть разного цвета, нередко их кожа покрыта такими достаточно крупными шипами и выростами. Но есть даже виды, которые умеют плавать. Но их, в общем, довольно немного. В основном все-таки это донные организмы. Ведут они образ жизни довольно пассивный. У них есть тротовое отверстие, которое окружено щупальцами. Форма этих щупалец может быть различна. И при помощи этих щупалец они как раз подбирают всякие мелкие частицы, которые содержатся, например, в грунте органические остатки различных организмов, которыми в основном питаются. Есть также галатуреи, которые способны зарываться в грунт. И они питаются по принципу примерно такому, как дождевые черви. Они заглатывают в себя грунт, переваривают все органические остатки, которые в этом грунте есть, а все остальное выходит у них через анальное отверстие. Но мы сегодня поговорим не о способе питания галатуреи, а поговорим об их способе размножения. Но в основном у большинства видов галатуреи все достаточно стандартно. Есть самцы, есть самки. Вот. Но есть такая галатурея. Называется она, если с латинского перевести на русский дословно, многоручка рыжеватая. Называется она так, потому что у нее очень необычная форма щупалец. Они похожи на такие кругленькие ладошки с небольшими такими коротенькими пальчиками. И вот этими вот ладошками она как раз загребает себе еду. Вот. И у этой галатуреи очень интересный способ размножения. Она может в течение не только жизни, а в течение даже одного сезона размножения менять пол с самца на самку. Галатуреи эти обитают в Тихом океане, в его тропических районах, а также в Индийском океане. И вот японские ученые решили изучить, что же такое происходит с этими галатуреями. У них сезон размножения начинается в конце июля и длится где-то до середины октября. И причем интересно, что размножаются они не в течение всего этого времени, а их размножение связано с лунным календарем. И размножение происходит всего четыре раза в месяц синхронно у всех галатурий в определенной популяции. И вот в это время все галатурии приступают синхронно к размножению. Размножение у них наружное. И в общем все здорово. Вот когда они пытались выяснить, что же там с самцами и самками, какое соотношение в популяции, оказалось, что вне периода размножения определить пол галатуреи этого вида практически невозможно. Но только используя какой-то микроскоп и вскрывая животное. Так вот, но в период размножения, когда они попытались выяснить, сколько самцов и самок, выяснилось, что примерно четверть популяции это самки. Все остальные это самцы, но у некоторых самцов были найдены маленькие образовавшиеся яйцеклетки, а у некоторых самцов были уже найдены довольно крупные, почти созревшие яйца. То есть это такой промежуточный этап от самца к самке. В начале размножения четверть популяции составляют самки, остальные нормальные самцы и вот такие вот в переходном состоянии. И чем ближе к концу сезона размножения, тем все больше самцов становится в популяции и меньше самок. То есть сейчас самок тоже становится самцами. То есть даже в течение одного периода размножения это животное может поменять свой пол. Для того, чтобы самка стала самцом, нужно примерно 3 недели, а вот для обратной трансформации, чтобы самец стал самкой, уходит примерно 5 недель. Ну, так что вы видите, что бывают даже такие удивительные примеры смены пола у животных, в частности вот у галатуре, о которой мы сегодня с вами говорили. Ну что ж, друзья, не забывайте нам в комментариях писать свои новые вопросы. Мы с удовольствием будем снимать на них свои видео. Приходите к нам в музей, у нас замечательные выставки и мы всегда рады вас видеть. Всем хорошего дня, пока!